Для мелкого рогатого скота в ГУПе дружба время вечернего кормления. К вопросу питания овец здесь относятся со всей строгостью. Животам дают конкретный корм в отведенное время определенном количестве. Стадо овец кормушки гнать не надо, стоит только открыть загон. Разводить мелкий рогатый скот в большом количестве в ГУПе начали три года назад. На сегодня на предприятии свыше тысячи особей. В этом помещении содержатся животные, которые должны окатиться, а также молодые мамы со своими ягнятами. Для них нужен особый уход. Их необходимо беречь от холода и сквозняков. Здесь животные нескольких видов. Эти овечки гессарской породы. Есть также тушинская, романовская, одельбаевская, танкорунная. Мелкий и крупнорогатый скот в республике содержит все гупы. На сегодня в хозяйствах около 10 тысяч животных. Основной приплод на всех предприятиях ожидается на конец зимы, начало весны. Предполагается, что число животных увеличится наполовину. По поручению главы мы закупили овец, КРС, МРС и отремонтировали помещения, которые у нас раньше были, и начали работать животноводством. Начинали тогда-то у нас было базовое хозяйство ГУП Зори Кавказа, которое занималось раньше животноводством. Овцеводством у них было предела полторы-две тысячи голов было. А потом уже начали другие хозяйства, мы закупили, и сейчас уже многие у нас занимаются, 9 хозяйств занимаются животноводством. Практически полностью закрыта потребность республики в мясе. С этой целью начали в регионе возрождать животноводство. Уже сегодня на всех ярмарках, которые проводятся на территории Ингушетии, продается мясо местного производства. Также за счет наших гупов регулярно в канун главных мусульманских праздников проходят благотворительные акции. Несколько лет назад об этом не могло быть и речи. Все привозили. Раньше мы завозили, раньше было, у нас животноводство не так было развито. А сейчас нам завозить не надо. Надо свое использовать. Мы сейчас разводим и МРС, КРС. И я думаю, достаточно будет, если пара годов еще пройдет, у нас животноводства будет уже хватать. Не надо нам завозить. И ярмарки мы насетим, население республики и другие места, мы можем представлять свое уже животноводство. Гупы республики с лихвой запаслись и кормами для животных. Солома, сено, ячмень и овес. Всего этого добра в достатке на предприятиях региона, чтобы мелкий и крупнорогатый скот смог перезимовать.